В Израиле разгорается скандал, связанный с отказом молодых людей из ортодоксальных семей служить в армии. Но, как выяснилось, причины не только религиозные. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Все это началось еще в 1948 году. Тогда, во время войны за независимость, премьер-министр Израиля Бен-Гурион разрешил не призывать в армию 400 учеников религиозных школ, ешив, чудом уцелевших во время Холокоста в Европе. После этого это стало традицией, позднее законом. Число таких освобожденных от службы росло год от года, и сегодня оно составляет практически 50 тысяч человек. При том, что общее число призывников в израильской армии чуть больше 120 тысяч. Строго говоря, все эти люди не имеют освобождения от службы в армии, а скорее отсрочку на время учебы в ешиве, в религиозной школе. Но учеба это может длиться 10-15 лет. За это время они обзаводятся семьями, у них появляется по 5-6 детей. Это уже автоматическое освобождение от службы в армии. Все это вызывает сильнейшее раздражение у светской части общества, чьи дети, как известно, служат в обязательном порядке. Хотели создать закон, такой, который дает возможность не тем, кто не служит, идти на другие альтернативные службы, для того, чтобы они приносили пользу стране. Напомню, что около 30 тысяч сестер и братьев не хватает в стране, не хватает людей в полиции, в других системах. Но идти на альтернативную службу ортодоксы тоже не хотят. В итоге сложилась просто парадоксальная ситуация, когда приличная часть граждан государства откровенно игнорирует свои прямые обязанности. Более того, даже те члены религиозной общины, которые не имеют отсрочки или освобождения от службы в армии, тоже не хотят идти служить. Таких, как правило, арестовывают и отправляют в тюрьму. Но тут выяснилось, что одно из влиятельных течений в иудаизме, так называемые сатмарские хасиды, предлагают отказникам по 100 долларов за день пребывания за решеткой. Выяснилось, например, что один такой сиделец за полтора месяца пребывания в тюрьме получил весьма круглую сумму. Сейчас этим делом занимается прокуратура. Вся эта ситуация привела к плачевным результатам. На сегодняшний день примерно 50% 18-летних юношей в Израиле имеют законные основания для того, чтобы не служить в армии. Если так пойдет и дальше, считают в Министерстве обороны, то лет через 20-25 служить будет просто некому. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.